Девочки три. Она едет у папы на шее. Сверху ей видно совсем по-другому, чем снизу. Папа не верит, что скоро она повзрослеет. Папа готов воплощать в жизнь любые капризы. Девочки шесть. На коленках у папы удобно. Он подарил ей щенка и большую конфету. Папа колючий, как еж и как мишка огромный. Папа умеет и знает совсем все на свете. Девочки десять. И ей захотелось помаду. Сперла у мамы, накрасила розовым губы. Папа сердился, кричал, что так делать не надо. Папа умеет бывать и сердитым, и грубым. Девочке скоро пятнадцать. Она повзрослела. Сумочки пачкаю все в потаенном кармане. Папа вчера предложил покататься на шее. Девочка фыркнула. Ты же не выдержишь, старый. Девочка курит в окно и отрезала чугу. Девочка хочет тату и вегибит с подружкой. Папа зачем-то достал новогоднюю елку. Девочке это давно совершенно не нужно. Девочке двадцать. Она ночевала не дома. Папа звонил раз пятьсот или, может быть, больше. Девочка не подходила всю ночь к телефону. Папа не спал ни минуты сегодняшней ночи. Утром приехала. Папа кричал и ругался. Девочка злилась в ответ и кидалась вещами. Девочка взрослая. Так говорит ее паспорт. Девочка может бывать где захочет ночами. Девочка замужем. Видеться с папой нечасто. Папа седой подарил ей большую конфету. Папа сегодня немножечко плакал от счастья. Дочка сказала, что он превращается в деда. Девочке тридцать. Ей хочется к папе на шею. Хочется елку, конфету и розовый бантик. Девочка видит, как мама и папа стареют. В книжке хранит от конфеты разглаженный фантик. Девочка очень устала и плачет ночами. Папа звонит каждый день, беспокоясь о внучке. Девочке хочется на день вернуться в начало. Девочка хочет домой, хочет к папе на ручки. Но девочка женщина. С красной помадой и лаком. Девочка любит коньяк и смотреть мелодрамы. Папа звонил и постарчески жалобно плакал. В ночь увезли на карете в больницу их маму. Мама поправилась. Девочка ходит по кухне. Пахнет лекарствами и чем-то приторно-сладким. Девочка знает, что все обязательно рухнет. Девочке хочется взять и сбежать без оглядки. И в мир, где умеют назад поворачивать время. Где воплощаются в жизнь все мечты и каприсы. Где она едет, как в детстве, у папы на шее. И ей все видно совсем по-другому, чем снизу.